Всем здравствуйте. И я хотел сегодня просто кончить тему, которая начата в прошлый раз, которую просто мы не успели, потому что выясняется, что два псалма за один раз просто не укладываемся. А два псалма за один раз пришлось там учить, потому что на самом деле многие авторы, и Талмуд тоже, считают, что первый-второй псалом – это один псалом. Вообще трудно согласиться с этим, потому что первый-второй псалом стилистически абсолютно друг на друга не похожи. Они абсолютно похожи друг на друга содержание. Это не может быть одним псалмом, это два псалма, конечно. Хотя еще раз, можно доказать, что Талмуд это считает одним, например, в некоторых местах. Если серьезно подходить, то первый и второй псалом – это два предисловия книги Дхили. Что для них характер? Подобные псалмы есть в Талмуде, в трактате Абадазара, очень меткое высказывание, которое хорошо звучит, называется «Сиротский псалом». И там есть два комментария, один Раше, а один Тософот. Учтите, что Тософот по форме сложнее всегда, но обычно он яснее, просто он доказательство прибудет, в отличие от Раше. Раше говорит, что «Сиротским» называется псалом, у которого нет авто, у которого не указан авто. Тогда в этом смысле и первый, и второй псалом – «Сиротский». В смысле, псалом – «Сирота», у него нет авто. Не там, не там, ни в первом, ни во втором псалме в заголовке не указано, кто составил. Тогда вот третий, сразу начинается, что он – Давид. А Сапа, Кораха. Здесь нет этого. Тософот говорит, что нет. Сиротский псалмом надо называть псалмы, про который не указано, по какому случаю он произнесен. То есть он как бы без обстоятельств. Вот есть псалмы, по которым ясны обстоятельства, при которых он произносится или произнесен, а есть, которых этого нет. Так вот первый и второй псалом, они в этом смысле абсолютно лишены признаков, по какому поводу они произнесены. И в этом смысле они очень характерны. Вот именно в качестве такой. При этом первый псалом, он ясно о ком говорит. Он говорит о праведнике. О том, чем отличается праведник от неправедник. Второй псалом, он совершенно другого качества. Он говорит о народах уже. Он не говорит об одном человеке. Он говорит о народах, о взаимоотношении народа, и подразумевается, понятно, народ Израиля, или в отношении с другими народами. То есть, в этом смысле второй псалом, он национальный. Он не частный, а национальный. В этом смысле они совершенно разные. Еще раз, они разные еще и поэтически. То есть, можно легко показать, что они, ну, я не буду заниматься ритмами и прочими чисто литературовическими анализами здесь. Но тем не менее, когда мудрецы в Талмуде явно считают это одним псалмом, то возникает вопрос, почему, что их объединяет. Вот, смотрите. Вот, смотрите. Давайте вот второй псалмом мы будем смотреть. Во втором стихе второго псалма земные цари собираются и держат совет вместе. Вот содержание совета нам не важно. они собираются против помазанника. Причем ты сын мой, очевидно, что в Нибхори Исраэль ты сын этот к народу Израиля. И теперь вывод. Служите Гошему в страхе и в конце, и пропадет дорога, как только разгорится его гнев, прославлены те, кто под защитой. Вот теперь вот это начало и конец. Они, безусловно, вот, смотрите, начало – это совещание народов, а в конце пропадет дорога и благо те, кто полагается. Вот теперь к первому псалму. У нас в первом псалме совещаются злодеи. Боицат Рашаин, да? Совещание злодеев. Тогда как праведник на совещание не ходит, он вообще не любит публичных мероприятий. По первому псалму, я хочу заметить, я говорю, что есть публичные мероприятия в псалмах, которые праведник посещают. Радость, когда в толпе, как мы шли в толпе в Храм Божий, например, в Ширхамалу. Но вот эти публичные мероприятия, он небольшой поклонник. Он сидит одиноко. Что важно, в конце пятый стих. Азгидыбр аль Узмите. Гошем знает дорогу праведников, а дорога злодеев пропадет. В конце второго псалма, как только разгорится гнев, его пропадет дорога. А путь преступников пропадет. здесь и пропадет дорога, как только разгорится гнет его. То есть, как бы начало и конец у них похожи. середина разная, а начало и конец похожи. Причем есть еще некоторое подобие. Значит, теперь, Гошем знает дорогу праведников. Я прошлый раз говорил про слово Юдеа, он знает дорогу, понимал это буквально, но надо понимать еще одно, что мы имеем дело с Писанием, а в Писании глагол знать отличается от нашего современного глагола знать и практически любых других глаголов. И об этом знают комментаторы, а разница в смысле глагола знать, они хорошо ее понимают. Например, когда Гошем говорит Мошем Я явился праотцам под именем Эль Шадай, Бог, Шадай обычно всесильный переводится долго, но Абэшэм Гошем Лонадатилх А имени Гошем я им не поведал. И там единое мнение всех комментариев и старых и новых. Это не означает, что они не знали имени Гошем, но они не знали, не сталкивались, что я веду с ними как Гошем. Вот многократно глагол Ладат я не просто знаю, вот абстрактное знание, а действую, исходя из этих знаний. Кабале сфера Дат вот это глагол знать, это комбинация, которая приводит к дорогу праведников. Это не просто он знает, что происходит. Он знает и действует, исходя из этого знания. То есть это знание, это он знает, что это дорога праведников и соответственно ведет себя по отношению к тем, кто на этой дороге. по этому поводу эта дорога, она существует и остается, она вот твердая. А дорога злодеев пропадет, сама дорога пропадет. Вот пусть преступников ведет к победе, доведет до погибели, или пропадет. Это такой спор комментатор. Но буквально написано пропадет. Вот теперь в конце второго псалма как только разгорится днев, его пропадет дорога. То, что это отсылка к концу предыдущего псалма, это очевидно. есть еще одна вещь. Вот я здесь в прошлый раз явно остановился и не стал особо углубляться Нашку Бар Нашку Бар Пэн Тэйнаф место, на котором спотыкаются все комментаторы просто дружными рядами. Я не настаиваю на переводе, который здесь есть. Хотя этот перевод, когда ко мне много кто приставал с этим переводом, и я его каждый раз оставляю как он есть. Этот перевод является чистым Ибнезрой. Это комментарий Ибнезра. Не совсем тут чуть-чуть в другом месте, но проблема вот какая. Какие есть варианты? Глагол Нашак это у нас серия выборов между существительными. Нашак это вооружаться, Нашак оружие. Давайте я существительное привожу, хотя мы знаем, что вы говорите обычно наоборот существительное приводят к глаголам, но в данном случае удобнее действовать в обратную сторону. Вот смотрите, есть глагол есть слово Нашак оружие. Соответственно, глагол будет вооружаться. Есть глагол Нашак, например, целоваться, соприкасаться. соприкасаться. Не знаю, почему еврей очень не любит его будущее время. Ешак оговорят на щека всегда. Это поцелуй либо прикосновение. Например, у Хазаль есть совершенно блестящий образ. Храм это место поцелуя неба и земли. соприкосновение в самом деле. Понятно, но поцелуй там лучше звучит, конечно же, в этом образе и они явно это имеют в виду. То есть глагол здесь целуйте, оружие, соприкосновение, что-то из этой области. Но проблема со вторым словом, словом бар, вот с этим. дело в том, что кандидаты здесь следующие. Бар это сын, но это слово арамейское и в писании оно в ивритских частях слова бар не появляется вообще. Бар это чисто арамейское слово. Появление в довольно чистом иврите этого псалма, где иврит чистый. Не то, что в танахе не появляются арамейские слова. По причине близости там диалектные всякие проявления возможно, но слово бар не появляется при этом в танахе, как в ивритских числах. то есть сын. Второй вариант бар корень у него барар тогда будет вот такой вот корень барар удвоенный корень это отборные чистые качества глагола просеивать очищать то есть чистота. фокус в том, что в танахе слово бар в качестве чистоты нигде никогда не употребляется. Всегда есть сопутствие продолжающее слово. Например, бар лэвав чистый сердце. Бар копаем чистой руками. Вот такие обороты. И раша, например, нишку вооружитесь чистотой, например, комментариев. Вооружитесь чистотой, чтобы не разгневался. Опять грамматическая проблема в том, что нужно чистотой чего? Чистотой рук, чистотой сердца. Это совершенно необходимое продолжение. Его здесь нет. Целоваться, целовать чистоту это бессмысленно. третий вариант. Слово бар в цалмах это урожай. Просто урожай зерна. В этом значении это слово есть. Кстати, глагол барар, который я привел, это регулярно сельскохозяйственная деятельность очищения по просеиванию знаков от того, что им мешает. Но опять вооружиться урожаем невозможно, целовать урожай бессмысленно. По этому поводу предлагается еще один корень, еще одно существительное. Вот такое. Мэшик. Мэшик это хозяйство. мэшик баэд это домоуправитель управляющий хозяйством. Тогда от него глагол будет на шаг. Ну, выпадающий, но в данном случае это это неважно. И, соответственно, это будет запасаться в хозяйстве урожая. Именно вот так. Ничего у меня этого я не вижу. Здесь просто я не понимаю, потому что ценуйте сына, как это приводят христиане, это здесь бессмысленно и непонятно. вооружаться чистотой более-менее, но плохо обоснованно, и я думаю, что надо оставлять именно так. Запасайтесь урожаем, чтобы не раздело поставлять. Но при этом на меня тогда это еще одна вещь. Вот чем фокус. В 12-м стихе, если это запасайтесь урожаем, тогда это отсылка к первому псалму. злодеи, которые как мекина, который уносит ветер. Вот когда очищают урожай, то молек это самое зоре работа, когда кидают зерно вверх, чтобы ветер унес легкие составляющие, которые не нужны. Всевозможные пленки тонкие. Это и есть мекина. Тогда у нас здесь противопоставление, что злодеев унесет ветром, а вы встаньте как твердая часть урожая, которая останется и которая нужна. Вот такой вот он. По этому поводу вот это связки, которые здесь есть, которые как бы вот смотрите, что происходит. В первом псалме говорится о пути праведников одного праведника. Он один против толпы. И объединяются праведники непонятно каким-то тайным образом, потому что оказывается есть Дерах Цедикин, хотя праведник один. Во втором псалме у нас точно так же. Один народ против толпы неправильно дорога не не то есть у нас очень подобные ситуации, только второй псалом это первый поднятый на уровень национальный. Вот такое вот представление идет. Поэтому вот эти два псалма являются предисловием книги псалмов. Это такое развернутое двойное предисловие, их как бы одно предисловие в двух частях. Причем они связаны не столько буквально, сколько несколько ассоциативно, но то, что задумка по крайней мере автора или автор, или того, кто это поставил, неважно. Их сопоставить, эти две части, она не очень очевидна, но она здесь есть. И в этом смысле первые два предисловия, они служат для одной очень важной вещи. Они нужны для того, чтобы книга псалмов была книга для каждого частного лица в первом псалме и для всего народа, как некоторое единое собрание во втором. И там, и там есть дорога, и там, и там она может быть известна Всевышнему, утверждена Всевышним, и он будет заботиться об этой дороге, и там, и там дорога злодеев пропадает, сама дорога, не дорога у злодеев, а дорога как бы у злодеев просто отсутствует. Вот это и там, и там. Вот это сопоставление двух псалмов здесь обязательно и ясно, что по крайней мере Хазаль вот это сопоставление видит, и поэтому его объединяют в один. То есть как бы они говорят, что это два разворота одной темы. поэтому они стоят в начерке книги псалмов. Вот это то, чем я хотел, то, что я хотел сказать. При этом, безусловно, очень полезно помнить, например, когда читаете начало первого псалма, в совещании преступников, совет преступников не ходил на совет здесь про совет преступников сказано ерегу ритм. Выражают глагол лагогод это говорить тихо, громко, высказывать мнение, говорят пустое. Рик и шап это одно и то же. бессмысленное, лишенное смысла. Вот это высказывание перенесите наверх, что собрание злодеев там говорят лишенное смысла. Как бы это осмысленно не звучало при этом. Это надо всегда, это следует перенести наверх, это вот такая обратная ассоциация здесь, которая есть. то есть именно поэтому два псалма они как бы предисловия, которые должны поставить свет на всю книгу псалмов. И когда вы читаете книгу псалмов, вы видите, что там есть национальные псалмы и как бы частные псалмы, хотя их можно перестать по-разному вот на этом я хочу вот эту часть кончить, то, что предислоит. По этому поводу. Если здесь есть какие-то вопросы, я могу сейчас на них, на которые разумно отвечать, я могу ответить, но в связи именно с этим. Либо я перейду к той теме, которую мне подсказали и которую я собирался рассказывать, а именно 142 псалом. Ок. ну, тогда давайте. Вообще, псалом, который редко говорит, и вот почему. Он, его нет в седурах. Точнее, он есть в одном седуре, который нормальные люди не знают. Нормальные люди, я имею в виду в данном случае, те, которые не имениты. Вот, другие общины Израиля не знают, что в одном седуре этот псалом есть, он есть у именитов в нусах Белади, у них два нусах есть у именитов, местный нусах, то, что называется именский, и он основной, тут надо понимать, что этот нусах основной именитов, и он читается как прямое продолжение 141 псалма, предыдущего псалма, это 142, тот 141. Значит, дело в том, что идет серия псалмов, которые говорят о молитве. И вот удивительней всего то, что вообще-то здесь есть одна загадка. Дело в том, что в конце второй книги псалмов, в конце 72-го псалма было сказано, кончились молитвы Давида. То есть, все псалмы, которые были, имели в заголовке молитва Давида, они были в первой книге, их много, кстати, довольно-таки, но все они были в первых двух книгах. После этого появляется только один раз вот здесь. И здесь прямо сказано, что это молитва, филан. Дело в том, что идет блок псалмов, которые говорят о молитве. Причем 141-й псалом, чем он замечательен? Этим псалом, как раз 141-й псалом хорошо известен, потому что в нем есть совершенно прекрасные слова, в основном известны второй стих. Второй стих. Пусть молитва моя будет признана благовониями, воскурениями, благовонными воскурениями перед тобой. Подним, вздымаемые руки с молитвы. вечерний молитвы, вечерние жертвоприношения, вот где молитва заменяет жертвоприношение, это 141-й псалом, и вот второй стих, его очень хорошо известен и есть на русском даже в общем такое песнопение на тему русского перевода 141-го псалма, оно довольно известное, причем не буду его искать, оно кто хочет, пусть найдет. по этому поводу именно о молитвах здесь и кстати и следующий псалом 143-й «Гошем услышь молитву мою». То есть идет просто три псалма о молитвах подряд. Но чем, вот почему именно этот псалом? Вот давайте я пока не буду останавливаться на самом деле на тонких значениях слов, а попробую просто вначале прочесть. «Маскилла Давид» «Дума Давида», потом подробно почему так потом, «Бегютоба мара тфила» «Когда он был в пещере молитва». «Коль эль адуна эзак, колли эль адуна эзак, колли эль адуна эдхана, во весь голос кричу Господу, во весь голос Господа умоляю, изливаю изливаю эшпох лэфанав сихи царати лэфанав агит, изливаю перед ним скорбь свою, а горесть свою перед ним докладываю рассказы». Когда мой дух пребывает в скорбе, ты же знаешь мой путь на дороге, по которой я хожу, установили мне ловушку. «Гибит имин урээ эйн лимакир». «Взгляни справа, направо от меня иметь, ведь нет у меня защитников». «Ават манос мемэнни». «Пропало, некуда сбежать, пропало место, куда можно сбежать». «Эйн дорэшлы навши». «Никто не желает ввязываться за меня, вступаться за меня». «За кати лэха адунай, амрати ата махси, амавти ата махси». «Я вызвал к тебе Гошэм, сказав, ты убежище мая, хылки берез гахаи, доля моя на земле живых или на земле жизни. «Хэкшива аль ринаці в нем лі малітві маї, кі дало ці маот, когда я очынь уніжен». «Гэцэлэйні миратфай спрасі меня от преследователі ка амцумі мені, каторый сильні меня». «Хэцэ амі мізгар навши, лэгодот эчмэха». «Выведи из заключения душу мою, чтоб я мог восхвалять имя твое. Меня окружат праведники, когда ты воздашь, сделаешь мне благодиєль». вот в этом псалме что для нас очень будет важно. Вот незначение слов, я сейчас остановлюсь, но значение слов, которых надо просто понимать, если вы читаете на иврите, некоторые слова надо просто понять, они не соответствуют современному ивриту. Для нас будет важнее заголовок, чем все остальное. И дальше мы будем смотреть, учитывая заголовок, что происходит. Но давайте некоторый итог. Вот понятна одна вещь, что Давид взывает Хашему, когда ему очень плохо, когда враги поставили ловушку на пути, когда некому защитить и никто не готов вступиться за него, когда он не видел, куда укрыться от это самое, от преследователей и говорит, что ты, Гошем, был мне убежищем, ты был моей долей. Он просит спасти его от услышать молитву, обратно внимание, он просит услышать молитву. Вот что здесь важнее, здесь акцент услышь молитву. Вот на самом деле псалом о молитве. Он получается, что псалом о молитве. Хотя это само по себе молитва, но он еще услышь молитву мою от действующей силы молитвы. Ибо я не счастье, спаси и услышав молитву, я буду благодарить имени твоего бияхтиру цедики. В перевод, который вы видите, в моем лице коронуешь всех праведников, это стандартные комментаторы, и я не решился уходить далеко от принятой традиции перевода. на самом слово кетер, а здесь слово ектир, воспринимается как корона. Хочу заметить следующее. В Танахе слово кетер есть только в одной книге. Это книга Эстер, самая поздняя книга Танаха, последняя книга, в некотором смысле последняя книга Танаха, книга Эстер, которая описывает реалии персидские. События происходят в Сузах, в столице персидской, и там появляется слово кетер. В значении венец, да. Фокус в том, что в Танахе в этом значении слово кетер когда хотят сказать корона, говорят другое слово. В Танахе употребляется другое слово, употребляется слово незер. В современном ибрите это слово стало венок. В Танахе слово незер это корона, когда нужно хотя или отра или незер, одно из двух слов, но никогда не кетер. Кетер это слово из другой культуры. венец как в русском языке, венец и корона это как бы из разных языков даже слова. По этому поводу. Зато в Танахе слово кетер это окружать. Причем окружать враги окружили меня. В книге, которую будем читать, когда говорится, что враги окружили пещеру, где скрывался Давид, к ектиру. Не учали его короны. Вот тот же самый глагол, который здесь. Ектиру. Враги окружили со всех сторон. Кстати, но именно отсюда, ну, чтобы было понятно, слово корона в значении вот то, что окружает голову, оно, собственно, отсюда происходит. Это только оно позже появляется. Так вот, меня окружат праведники. И это правильный смысл этого обороны. Меня окружат праведники. Вот почему это важно? А вот почему. Посмотрите сюда. Выведи из мизгар мазгар 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 слово редкое для танафа. Оно в книге Ишаяху и двух его потребления пророка Исаии это тюрьма. В современном измерите мазгар все понимают рамка, да? но при этом мазгир это выдать кого-то например потребование одной стороны выдать преступника другой мазгир это может быть вот это значит выведи из заключения закружения меня душу мою и тогда я попаду в другое заключение буду окружен другими я буду окружен праведниками вот что здесь совершенно фантастическое противопоставление просто чистый выведи из окружения и тогда я буду окружен праведниками вот так вот разными глаголами это сказано вот это вот так здесь при этом безусловно на современное ухо когда мы читаем а я ничего против не имею понимания библейского иврита как бы современными более современными оборотами на ухо современного израильтяника выведи меня из рамок души моей то есть это уже мы переходим куда-то на уровень мистический то есть душа как бы она в капкане она в ловушке на простор вот этот простор и я буду благодарить тебя и тогда когда когда ты дашь мне душевную свободу я буду увенчан как праведник если хотите то есть некоторое вот такое свобода понимания которое здесь возможно хотя еще раз шаг выгоди меня из окружения и я буду окружен праведниками это прямой смысл нужно ли так переводить это такая вторая тема о политике перевода насколько далеко можно уходить от принятых пониманий от того что вы находите у всех классических комментаторов потому что на всех классических комментаторов раши радак кого вы только не возьмете слово кетер корона очень давит и они понимают именно так коронуешь вот тут вопрос коронуешь праведников кто кого коронует там отдельная тема обсуждения это у всех классических комментаторов хотя я считаю что правильным то что у вас на экране синим шрифтом меня крошит праведников так правильно но не параш но не параш и не параш вот теперь есть еще одна проблема а вот душа когда она она чем окружена или чем чтобы ее вывести из окружения дело в том что я же много обратите внимание что выведя душу мою из заключения я решил оставить всеми любимое появление душа только я хочу еще раз напомнить что для книги псалмов нефеш нефеш это человек в сборе душа и тело комментарии раби и шаягу и страны это это у нас какой лет 14 по-моему ну вот может быть может быть 13 он очень сильный и он очень правильный и с ним из тех кто знает книга псалом никто не решается спорить например в пятом стихе во второй половине пропало убежище от меня для современного человека это преследовать и это вполне библейское понимание потому что например ищи истину по этому поводу это требовать душу искать душу но никто не взыщет за меня правильно так пропало спасение никто не желает дореш это не желает вступиться за меня если хотите вот вот это вот так дореш ну да вот так никто нет человека которого готовы вступиться за меня здесь так но за душу мою это такая дань стандарту чтобы каждый раз не объяснять почему я убираю слово душу ну кроме того что это поэтичней но в данном случае речь идет не только о душе но и о теле никто не встанется за меня по этому поводу вот вот это очень важная вещь которую нам я понимаю что надо просто свыкнуться с этим что тело и дух не нужно разъединять мы не греки и платон нам не друг чтобы различать тело и душу в полной мере тело и душа они в сборе в этом смысле ехидная шутка псалма ехидная шутка талмуда которая говорит что душа когда явится на суд перед всевышним всегда может оправдаться сказать а меня за что это не я грешил я вообще безгрешный я душа это тело грешило вот к нему все претензии оно там на земле валяется где-то а я вот чистая вот такая это вот шутка талмуда но по этому поводу начинается дальше шутка слепого безногим я не знаю надо ли рассказывать но вот притча выглядит так на что это похоже значит слепой посадил безногого на плечи и они отправились воровать фрукты в соседний яблочный сад а когда их поймали каждый из них стал оправдываться слепой говорит как вы можете меня обвинять я ничего не вижу и не мог добраться до этих фруктов а безногие говорит вы посмотрите я туда дойти даже не мог на что судья посадил безногого на плечи слепого и судил их как единое тело вот это различать вот так мощно душу и тело это не наша это вообще не наша традиция не то что она на нас сильно повлияла количество авторов которые находятся в плену этой традиции оно довольно велико но при этом все-таки всегда помните что надо возвращаться к нашим истокам вот за этим мы читаем книгу псалмов книга псалмов говорит о человеке душа не различает душу и тело вот у маленького ребенка не различается тело и интеллект у маленького совсем маленького это одно и то же у взрослого человека не должны различаться душа и тело они все-таки это не шизофрения различает душу и тело по этому поводу выгоды из меня меня и душевно и физически никто не стопится за меня за мою душу и за меня как личность единая личность это вот так ну вообще тело может быть здоровым а душа болит ну да а вы считаете что тело не будет болеть от того что болит душа даже не надеетесь представьте себе что у меня у кого-то тело здорово болит одна нога вот она одна болит ну и хай себе болит тело здорово все остальное так невозможно ну не может болеть нога а человек здоров да болит то же самое болит душа другой разговор только учтите аккуратно читайте Рамбова 8 глав предисловие Коперкеву который четко произносит что психика и душа это разные вещи где он четко произносит что психические заболевания это заболевания тела прям однозначная фиксация психические заболевания заболевания тела а не души ими должны заниматься врачи душевные заболевания это заболевания морали и этим занимаются раввины это разные темы развлечение психи душа как психики и души как вот этого более тонкого органа психика это орган который занимается связью души с телом чуть-чуть другая вещь по этому поводу когда выведи из плена мою душу это не спаси мою психику хотя она тут тоже участвует в этой истории да потому что тела без психики не бывает ну да как-то вот так по этому поводу я это тело с душой единым комплектом все-таки много раз говорил я сторонник садии гаона земля это фабрика по производству души из полуфабриката который посылает всевышний в тело душа в теле пребывает на некоторой фабрике где душа должна сделать себя и в конце человек предоставляет результат своих трудов на суп подходит не подходит это садия он велик на мой вкус его вот эта концепция она великая концепция и насколько слабее скажем у него у его предшественника который целиком платонизм душа посылается на землю для того чтобы здесь получить новые впечатления из высшего элизиума совершенно платоновская минашей минашей срыли срыли это точно вот но душа она находится в теле и тело ну инструмент души если хотите поэтому различать их не рекомендован понятно что душа управляет тем ну в том смысле воля управляет тем но вот это где-то вот но они в тонких взаимоотношениях находятся довольно-таки друг с другом еще одна вещь которую тут полезно знать при чтении этого псалма это куча народу просто неправильно понимают вот она вот это слово это некоторая проблема для кучи народу это не з и не зот и не зо а это зу слово совершенно отдельно от всех остальных это слово означает аше 15 раз в писании во всех 15 случаях переводить надо как аше по дороге которой иду а не по дороге этой иду вот это амзуканита народ который ты приобрел не этот народ приобретенный а народ который ты приобрел и во всех случаях когда вы видите вот это зо она редкость но она часто цитируем очень часто встречается в стихах которые часто читают в молитвенниках и часто цитируют слово зу это аше это просто в отличие от того что думают куча народу это словом зод и зэ связано очень непрямо то есть связано но непрямо по дороге который иду что что здесь есть вот я еще раз хочу центральное место автор идет по какой-то дороге он страдает от отсутствующей помощи и помощь только от всевышней тогда я хочу все-таки вернуться к самому начало когда он был в пещере вопрос вот этот заголовок он призван поставить свет на всему лим в таких случаях да при этом пещера мы видим что вокруг какие-то враги которые окружили и вопрос где где был Давид в пещере и ответ что у нас есть две истории про Давида в пещере они в книге Шмойля обе одна история в пещере Адуламской Бемарат Адулам когда Давид пытается сбежать от Шауля в начале в Кирьяд-Гат где ему говорят что вы здесь встретили генерала Шауля а это фелестимляне генерала Шауля привечаете а он гат почище Шауля вообще-то будет и тогда именно в той истории она будет упоминана в другом псалме где Давид притворился безумным значит Давид притворяется безумным сбегает и сбежал в пещеру Адулам в пещеру Адулам и услышал где скрывается Давид вот здесь он один к нему пришли братья мы поняли что Давид и много братьев и весь дом отца и и также все недовольные властями около 400 человек и там после этой истории Давид на этом история в пещере кончается потому что в этой пещере оказалось таким штабом куда собираются все и после этого Давид договаривается с царем Муава что он отправляет свою семью в Муав и это понятно почему все-таки я хочу напомнить что Руд она из Муав его прабабка и связь Давида с Муав она вот она что он делает когда он начинает вести как бы сказать он там начинает работать как бы это сказать это не партизанский это партизанский край власть Давида он защищает от внешних врагов за это его и отряд 400 человек кормят он он не ведет партизанскую войну с Шаулем но при этом он ведет такую борьбу где становится как бы пограничной стражей казаки в некотором смысле Российской империи только не войско не войско казачьи которые в армии а вооруженные пахари да на границах империи но вот ничего смешнее чем московские казаки придумать невозможно это просто смешно казаки они на границе и регулярно их переводят ближе к ежели при расширении империи казаков переводят границы дальше это вот такие вот деятельности Давида она где-то вот такая вооруженный отряд на границе значит это одна из истории про Давида то есть когда он вначале сбегает от Шауля обнаруживает что он не может к соседям обратиться вначале он обратился в Гат Гат в конце Хишу царю Гата и понимает что он там не может быть потому что ну понятно почему по тем же причинам почему русский генерал не может сбежать на Украину и вести там частную жизнь и украинский генерал не может сбежать в Россию и вести там частную жизнь да в данный момент у них отношения те еще кто же ему позволит либо ты под подозрением либо ты целиком должен быть на нашей стороне а вот просто уйти в частную жизнь никто не позволит не та ситуация именно поэтому Давид сбегает из Гат то есть еще его с трудом сбегает он сумасшедшим претворился потому что он понял что сейчас плохо и тогда он в пещере значит если это история про это то тогда есть такой комментарий комментатор его зовут он малоизвестный это ученик Шадаля Раби Шлома Давида Луцата он довольно уважаем среди знатоков но малоизвестный его зовут Ицхакашкенази может быть вы знаете его под другой фамилией Ашкенази он же Моше Ицхак Тедески Тедески ну итальянец он итальянец и кстати когда вы слышите фамилию Тедески всегда проверяйте не Ашкенази ли это потому что Тедески означает это перевод на итальянские слова Ашкенази немец так вот Раби Моше Ицхак Тедески по этому поводу говорит что этот Псалом составлен именно вот в этой пещере в пещере Адулам где Давид один и не может понять что дальше до того как к нему пришли дом его отца братья и остальные люди и вот это одиночество то есть Давид в пещере только что сбежал от одного врага от первого врага сбежал к другому от второго сбежал в пещеру и теперь совсем один и тогда это Псалом человека который один и не знает что дальше будет вот теперь читаем вот эту вот молитву человека который остался один тогда вы вдруг видите насколько мощно одиночество в этой молитве голос мой взывает Хашему Хашему акцент на имя Хашему потому что больше некого перед ним молитва перед ним свои беды излагаю ты знаешь мой путь ты один знаешь мой путь я не могу по нему пойти потому что мои враги на него положили ловушку поставили посмотри направо нет ни одного знакомого направо от меня нет ни одного знакомого ебит емин ебит вот посмотри налево тут здесь подразумевается посмотри налево никто не вступится за меня за мою душу тебе взываю вот акцент вот чтение такое я сказал только ты вот это только которое здесь звучит ты убежище мая только ты среди живых это это страшно потому что ты хелкибе эресхаим подождите в эресхаим живут хаим живут куча живых людей ответ хелкибе эресхаим ты единственный момент вот это молитва тяжелого одиночества больше некого послушай мою молитву спаси от преследователей которые сильнее меня и вот теперь выведе из а вот теперь пещеры выведе из плена из окружения где я один мою душу и меня окружат праведники то есть просьба о цедиким союзников как в смысле моральном как в первом псалме она вдруг появляется неоткуда почему я к этому псалму перешел мне так понравилась эта просьба поговорить о 142 псалме потому что это прямой выход из первого из первого псалма обратите внимание что ссылка на это вот эта неявная ссылка ты знаешь мою дорогу ты знаешь мой пути путь которым я иду я иду едата уже едата вот это молитва которую читают при нравственном одиночестве физическом одиночестве любом одиночестве какая только возможность это молитва одинокого человека который мечтает для которого выход быть окружен людьми и в этом смысле молитва блестяще совершенно ложится на молитву одинокого человека в пещере который только что притворялся сумасшедшим чтобы спастись это жуткое одиночество молитва жуткого одиночества и награды меня окружат праведники это награда вот такая вот такая постановка света но почему вот так важно в пещере потому что есть вторая история в книге Шмуля две истории о пещере и когда я перевел мнение Раби Моше Хайма Тедески он же Ашкинази Ашкинази Тедески то я или Тедески кто там музыкой занимался Костанове Тедески да у нас там композитов он Тедески правильное произношение значит есть 24 глава первой книги Шмуля я до сих пор рассказал 21 главу 22 глава 24 глава перед этим рассказывается что Шауль объединился длинный рассказ с кем он объединился но окружил с тремя тысячами человек отряд Давида в пустыне Маон направо в Раве но Рава все знают это южнее Мертвого моря по направлению к Красному морю к Илладскому заливу и ходил Шауль по одной стороне горы а Давид своими людьми по другой стороне горы и люди Шауля окружили до видов людей его и после этого Давид вынужден был уйти и вернулся значит тут напали в Листемлян после этого опять и взял Шауль три тысячи отборных мужей и пошел искать Давида и людей его по скалам где живут серны и и дошел пещеру и зашел туда за нуждой ну нужда куда царь пешком ходит я пытаюсь просто прыгнуть в фильм и смотреть ну вы не уже а Давид и его люди сидели в глубине пещеры и люди Давида сказали вот тот день о котором говорил тебе Хошет я предаю врага в руки твою сделай что хочешь и встал Давид и тихо и тайком отрезал край хламиды Шауля и сказал людям не приведи Господь чтоб я сделал это господину моему помазаннику и удержал Давид людей этими словами и не дал им стать против Шауля когда Шауль вышел из пещеры и отошел поднялся Давид вышел из пещеры и позвал Шауля и сказал царь мой и сказал вот я мог тебя убить вот смотри я мечом отрезал край твоей одежды не хочу не хочу не хочу с тобой я не трону тебя и заплакал Шауль услышав это и сказал ты праведней меня ты же доказал мне сегодня что ты поступаешь милость ведь если находит человек врага своего то разве отпускает его добром в путь после этого говорит а теперь иди я знаю что ты будешь царствовать и просят клятвы что Давид не истребит потомков Шауля вот теперь чуть-чуть другая история и так опять Давид в пещере только теперь в пещере он один ни одного момента не бывает рядом с ним его люди начало истории и там была пещера а Давид и его люди сидели в пещере то есть Давид вместе со своим отрядом прячется в пещере и о счастье вот враг пришел один можно решить всю проблему Давид отказался так вот практически все комментаторы то что я с того я начал Мошех Ицик Ашкенази он единственный кто отправляет эту историю в пещеру Адулавскую из известных комментаторов он единственный все в один голос отправляют вот в эту пещеру где-то в районе Эйнгеди это конец предыдущей главы там прямо сказано в районе Эйнгеди то есть это уже несколько северней в середине Мертвого моря где-то происходит Эйнгеди у нас но все знают где Эйнгеди середина между краями между северной и южной оконечностью Мертвого моря почти все комментаторы отправляют в эту пещеру а теперь опять мы начинаем читать этот псалом и пытаемся понять я взываю Гошему его умоляю свою беду перед ним излагаю душа изнемогает во мне вот теперь от Агидата на Тимати ты знаешь мой путь вот Шауль вот я ты знаешь что я не такой я и появление здесь Шауля там ну пахли мои люди уговаривают убей ты решишь свои проблемы но ты знаешь что я этого не могу сделать это не мой путь я не могу убить Шауля посмотри никто Эйнли Макир никто не готов признать меня никто не готов вступиться согласиться со мной я к тебе взываю спаси от преследований спаси от рамок которые я попал меня окружат праведники которые согласятся с тем что я поступаю правильно когда решаю что морально и политически нельзя убивать этого человека это совершенно другой свет на весь псалом и вы удивитесь абсолютно но именно это чтение является основным вот это морального раздрая когда человек должен идти против своего окружения и принимать решение не такое которое считает правильным и правильным окружающим вот теперь эта проблема как раз не одиночество как было в чтении предыдущего это проблема когда одиночество оно экзистенциальное оно моральное я против всех никто не готов пойти со мной это совершенно другая трагедия это другое чтение и тогда выведи из из рамок вот вот теперь выведи из рамок которые я поставлю мою душу и тогда я буду пребывать в окружении праведников чтобы дай мне найти выход чтобы мне попасть в окружение чтобы праведники окружили предыдущие это мечта чтобы пришли люди которые меня поддержат а здесь чтобы я попал туда не чтобы они ко мне пошли я туда совершенно другое другое чтение совершенно другое настроение совершенно другое понимание и это второе что это происходит в Марат Эйнгеде в этом смысле я хочу заметить что есть Медраж Дхилим совершенно потрясающее чтение так так сказал Давид коли Эль Адуна Эзак во весь голос кричу к Хашему значит почему два раза вот смотрите Голос Хашему Голос Гошем два раза холь холь эль адунай коль эль адунай дважды почему дважды Медраж Гелим первый раз что я не попал к нему в руки в руки Шауля второй раз во весь голос Гошема умоляю чтобы он не попал ко мне в руки что такое блеск Медраж молитва не дай мне Бог попасть к ним в руки не дай мне Бог чтобы они попались ко мне в руки вот вот про Эль и все кто помещают этот псалом а это подавляющее большинство комментаторов помещают в эту историю один против всех и он должен принять решение имеющее огромные последствия и текущие последствия на уровне души спасения души спасение души я имею ввиду смотрите вы сами понимаете что любой человек найдет оправдание нашел бы оправдание Давида если бы он убил в этой ситуации шаул Давид не находит этому оправдания вот тогда 142 псалом он вот про это про выход из безумно сложной моральной дилеммы где человек ты знаешь путь которым я иду вот теперь вот эта фраза которая в первом чтении ты знаешь путь которым я иду где-то просто упоминание я иду твоим путем и прошу меня поддержать вот это одиночество здесь это ты знаешь акцент появляется мой путь не их вот так то есть вот правильная зависимость от того о какой пещере идет речь это два разных псалма совершенно прораз так так как решить это невозможно вот в отличие от псалма 70 78 что на разве что 70 70 а и и и и и и и и и Сейчас, извините, пожалуйста, я просто вдруг выпал из головы, почему, я не понимаю, потому что, естественно, и, извините, пожалуйста, вдруг... Вот, бывает. Время имеет, и можно посвятить. Сейчас, я могу просто... Ну, естественно, 57-й порядок цифр. 57-й псалом. Заголовок. Скажите, пожалуйста, у вас видно этот самый новый псалом? Нет, ты должен слегка. Для того, чтобы... Надо закрыть это, чтобы сделать. Я не помню, вопрос был, как устроено это. Да-да, нет, оно не дает возможности. Да, сейчас, да. Сейчас, да. 57-й. 57-й псалом. Ламнацех, Альташхэт, Ладавид. Не убей, не уничтожь Давида. Мехтам. Золотой псалом. Или золотой песнь. Когда он сбегал от Шауля в пещеру. У нас есть. А чем говорить? Вот этот псалом точно про пещеру Энгеди. Практически все в один голос. И Раши здесь, ну, очевидно, что бы. И тогда хотелось бы, хотелось бы в этом случае. Ежели это очевидно, псалом про пещеру в Энгеде, в окрестностях Энгеди, то тот сделает пещеру Адулама. Но так это не работает. Вот дополнительные подробности. А, кстати, эти два псалма похожи. 57-й и 142-й, они похожи. Но еще раз. Я хочу подчеркнуть еще. На самом деле, если псалом 142-й, рассматривать его связи, 141-й и 143-й, три псалма, блоков, то тогда этот псалом, среди прочего, о действенности молитвы. О том, что молитва – это то, что необходимо. Как кто-то говорил, что у каждого еврея где-то дома есть Энгелин. Не Энгелин. И не может не быть. Она может в разных видах. Может, как у меня в доме. Подозревают, что у меня их там. Но то, что несколько десятков – это точно разность. А у кого-то дома она в виде брелка на ключах. Знаете, такие миниатюрные книги псалмов, которые носят скорее как амулет. Чтобы такой книги не было в еврейском доме, я не могу себе представить какой-нибудь. потому что все знают, что это некоторая книга псалмов – это некоторая ключ к спасению в самых разнообразных ситуациях. Вот два чтения, которые я сегодня привел, они показывают, насколько разные ситуации в одном псалме могут прятаться. И насколько разные смыслы будут. Ну вот где-то… Не забывайте, что ежели мы читаем этот псалом 142-й вместе с 141-м и 143-м, мы понимаем, что он, среди прочего, усилий молитвы. Кроме вот тех двух смыслов, которые я рассказывал. И это надо тоже иметь в виду. Ну где-то вот так, да. Окей. Господа, мы остановимся на этом, хорошо? Окей. Да, спасибо большое. Да. Пожалуйста, просмотрите еще раз запись, если будет желание, будут вопросы, пожалуйста, в чате, либо на следующем занятии. Окей? Спасибо. Окей. Спасибо. Псурот ту вот. Псурот ту вот. Трагический вечер. Похороны. Всем счастливо. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.